Пророчества викингов совпали с прогнозами ученых. Что касается даты начала глобальных изменений на планете, 22 февраля 2014 года. В календарях зашифрованы даты космических циклов. А может быть просто обозначена еще раз дата вот этой катастрофы. Земле угрожает новая опасность из космоса. Она может уничтожить человечество так же, как уничтожила динозавров. Тибетские монахи знают, как спасти планету. На Тибете действительно есть нечто, что может кардинально перевернуть мироустройство. Календарь древних викингов пророчит нашей планете новый апокалипсис. С таким сенсационным заявлением выступила группа британских ученых, которые занимаются расшифровкой скандинавских летописей. Сенсация родилась, когда астрономы и климатологи сравнили календарь викингов с современными данными об изменении климата и солнечной активности. Тогда-то и выяснилось невероятное. Знания скандинавского народа, жившего более тысячи лет назад, повторяют до деталей сегодняшнюю климатическую картину нашей планеты. Но, пожалуй, самая большая неожиданность заключалась в том, что по календарю викингов глобальная катастрофа, которая изменит наш мир до неузнаваемости, произойдет 22 февраля 2014 года. Как относиться к этому древнему прогнозу? И почему ученые так внимательно присматриваются к скандинавскому календарю? Конечно, полностью доверять и полагаться на данные календаря викингов было бы антинаучно. Но факт остается фактом, и не признавать этого нельзя. Древний текст в иносказательной форме рассказывает о том, что сегодня в действительности происходит с нашей планетой. Резкое повышение солнечной активности, как следствие, температурные колебания и вступление в новый ледниковый период. А что касается даты начала глобальных изменений на планете, то есть конца света, по скандинавскому календарю, 22 февраля 2014 года. К сожалению, чисто теоретически это возможно. Но что же такого написано в скандинавском календаре, и почему ученые восприняли его настолько серьезно, что в Британии даже организовано целое движение по изучению наследия древних викингов? Вот как звучит буквально часть древнего пророчества о Рагнарёке. Конце времен. Однажды на земле настанет час, когда пробудится древнее зло. Дьявольский волк поглотит солнце, и наступит вечная мгла и холод. Море выйдет из берегов, потому что всплывет огромный змей. Ужасные существа из преисподней захотят уничтожить этот мир. Но на войну с ними встанут боги. Удивительно, но в отличие от других апокалиптичных прогнозов, конец света по-скандинавски не предполагает мгновенной кары небесной, то есть гибели всего живого. Напротив, он предполагает глобальные катаклизмы, но и борьбу со стихией. Вопрос только в том, что имели в виду древние викинги, когда писали об ужасных существах из преисподней. Раскаленную лаву проснувшихся вулканов, метеоритные дожди, которые выплеснут земные океаны из берегов, или стремительное рождение под влиянием резкого повышения радиационного фона живых гигантских мутантов. И кто те самые боги, которые вступят в неравную схватку, которая, согласно древнему прогнозу, начнется 22 февраля 2014 года и продлится три года. Кстати, в древнем городе Йорки, да и по всей Англии, и сегодня с размахом готовятся встретить конец света. Поклонники скандинавских мифов посчитали, что главная примета прогноза уже сбылась. Вспомним текст пророчества викингов. Там звучит буквально следующее. Все начнется, когда большая змея выйдет из моря. Это пророки викингов увидели в будущем. Так вот, это уже сбылось. Конечно, это не более чем совпадение, но взгляните на эти шокирующие кадры. Это чудовище появилось на пляже Калифорнии летом 2013 года. Его длина 5,5 метров. Ловили существо 15 мужчин. Поклонники викингов сочли, что змея уже вышла из моря, и можно ждать других напастей. Но самые тревожные аргументы в пользу скорого наступления Рагнарёка дарит нам необычайная климатическая аномалия. Волк поглотит солнце, и наступит вечная мгла и холод. Писали викинги о начале 2014 года. Странное совпадение, но сегодня мы переживаем самую холодную зиму за всю историю современной цивилизации. Впервые в новой истории замерз Ниагарский водопад. Впервые за десятки тысяч лет снегом покрылись египетские пирамиды. Наш климат изменился стремительно, буквально за считанные недели. И то, что планета вступает в новый ледниковый период, который изменит нашу жизнь в ближайшее время, это уже научный факт. Ледники Ледовитого океана могут наступить на континентальную часть России. А река, та же самая Москва, река, может замерзнуть достаточно надежно в течение длительного периода, зимнего периода. По прогнозам ученых, Европа замерзнет к 2025 году. Льдом покроются северное Норвежское и даже Балтийское моря. Застынет судоходный пролив Ла-Манш и даже никогда не замерзающие европейские реки Темза и Сена. Первыми удар стихии примут на себя жители скандинавских стран Исландии и Великобритании. Их дома не приспособлены к таким морозам. Замерзающих людей просто невозможно будет эвакуировать. В такую непогоду ни один самолет не сможет взлететь с обледеневших и занесенных снегом аэродромов. Электроснабжение прекратится. Всего за несколько месяцев Европа погрузится в кромешную мглу, а затем превратится в ледяную пустыню. И виновата в этом, как и написано в скандинавских пророчествах, Солнце. Согласно данным всех мировых обсерваторий, сегодня солнечная активность находится на самом низком уровне за последние сто лет. Эксперты утверждают, что Земле вновь надо готовиться к так называемому минимуму Маундера. Так назвали тот самый период с 1645 по 1715 годы, когда замерзла даже цветущая Гренландия. Оказывается, к малому летниковому периоду привело именно долговременное снижение активности Солнца. Мы ожидаем, что буквально с 14-15 года будет уже медленнее, стабильное понижение температуры Земли, поскольку светимое Солнце будет падать. И мы же сейчас живем за счет той накопленной мировой океанной энергии, которая была накоплена в течение всего 20 века. А сейчас уже мировой океан тратит накопленную энергию, поскольку Земля излучает пока что больше, чем получает от Солнца энергии. Вопрос, как древним скандинавам удалось достаточно точно вычислить климатические события, которые происходят сегодня. Ученые, которые заняты анализом скандинавского календаря, считают, что в принципе это возможно. Сегодня мы достаточно точно можем предположить, какова будет расстановка небесных светил даже в далеком будущем. А значит, оттолкнувшись от этих данных, спрогнозировать и условия жизни на нашей планете. Но для этого нужны современные знания, орбитальные телескопы, мощные компьютеры, чего, конечно, у древних скандинавов не было. Но тогда что было? Любопытно, что в своих летописях викинги и не пытаются выдать эти знания за свои. Как написано в скандинавском эпосе, знания о Вселенной им передали боги. А вот кого они принимали за богов? Тут мнения ученых разделились. Одни выдвигают версию о том, что этими богами могли быть представители инопланетной цивилизации. И в этой версии сегодня нет ничего антинаучного. Ведь летаем же мы на Луну. По Марсу ползают сегодня наши самоходные установки. Однако другие ученые считают, что богами викинги могли называть и наших земных жителей. Тех, которые населяли нашу планету задолго до нас. Интересно то, что древние боги у них, которые существуют и управляют миром, это как бы не боги на самом деле. Это сверхлюди. Это люди, которые обладают вот особенными такими качествами. Они могут быстро перемещаться. Это культурные герои. Они совершенны во многом. Но они не бессмертны. Но есть ли хоть один факт, доказывающий, что боги викингов были на самом деле? Этот странный предмет был найден весной 2013 года при прокладке подземного тоннеля в Швеции. Строители метрополитена увидели рукоять молота с древними ронами. Они позвали археологов. Сначала те предположили, что это инструмент кого-то из рабочих. Но дальнейшее исследование показало, что возраст породы, в которой лежал молоток, несколько миллионов лет. Как это возможно? Любители скандинавских саг с восторгом закричали, что находка – молот легендарного бога-громовержца Тора. Был такой, жил олицетворение зла в мирового. Это такой волк огромный, который его никто не мог усмирить. И Тор всунул ему в пасть свою руку. И пока он грыз ему руку, он сумел его своим молотом Тора, который по голливудским фильмам уже все знают, что у него был молот, волшебным молотом Тора его заковать в цепи и приковать к скале. Куда ушло племя северных богов? Оно переплыло дальше на кораблях в Америку и прослось по Америке в виде белых богов. С какой даты начинается славянский календарь? Лето 13-022-е от последнего Великого похолодания. То есть был предсказан некий ледниковый период. Ситуация вокруг скандинавского конца света позволила экспертам выдвинуть смелую версию. Возможно, тысячи лет назад на север Евразии пришли несколько представителей высокоразвитой цивилизации, которых древние скандинавы посчитали богами. Их было немного, но они обладали научными знаниями, в том числе о периодических катаклизмах, которые происходят на планете. Следы этой цивилизации есть не только на скандинавском полуострове. В Ирландии существовал любопытный культ богини Дану. Ее племя называлось Туата-де-Данан. Это были белокурые голубоглазые боги, которые пришли на остров севера. Согласно преданиям, племя богини Дану высадилось примерно, как считают, в VI тысячелетии до н.э. в Ирландию с воздуха. То есть явно угадывается след, что они высадились на каких-то летательных аппаратах. Вот что говорится об этом в ирландском эпосе битва при Мактуэре. На северных островах земли были племена богини Дану. И постигали они там премудрость, магию, знания друидов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли искусных людей со всего света. В четырех городах постигали они премудрость. Из Финдиаса принесли они меч Нуаду. Стоило вынуть его из боевых ножен, как никто уж не мог от него уклониться. И был он воистину неотразимым. Из Муриаса принесли они котел Дагда. Не случалось людям уйти от него голодными. Что же все это было на самом деле? Скатерть самобранка? Меч-кладенец? Или мультиварка-синтезатор пищи и лазерное оружие? Они были совершенно передовым обществом и владели какой-то техникой, которая и оружием, которое было неизвестно другим окружающим народам, так еще были большой семьей. Древние кельтские предания говорят о летательных аппаратах сыновей Дану, в которых были механизмы. Приводились они в действие магическими конями, которые не имели ничего общего с животными. Они были покрыты железной кожей, не нуждались в пище, не имели ни костей, ни скелета. Это хорошо описано в истории о Кухулине, знаменитом ирландском герое. Во время схватки Кухулина удалось выбросить из колесницы противника два белых предмета, огромных, как мельничная и жернова. Лишившись этих предметов, воздушная колесница врага обрушилась на землю с грохотом падающих доспехов. Согласно ирландским сагам, племя богиня Дану примерно в 1700 году до н.э. или в 1700 году до н.э. разные данные приводятся, покинула Ирландию, переплыла дальше на кораблях в Америку и прослось по Америке в виде белых богов. Вначале по Северной Америке, по Южной Америке, принимая имена тех богов, которые существовали там задолго до этого. Это Кицелька, Аталь, Кукулькан, Бачика, Веракоча. И дошли они так вплоть до Перу. Вот согласно многим преданиям американских индейцев, тоже вот эти вот белые боги высадились на каких-то небесных журавлях, небесных птицах. И это довольно распространенный мотив в индейских преданиях. И судя по всему, они действительно имели летать на парад. Судя по схожести североевропейского и славянского эпоса, такое же племя богов посетило и территорию нашей страны. Ряд историков придерживается версии, будто тысячи лет назад на Северном полюсе был материк Гиперборея. Он затонул в результате глобального катаклизма. Уцелевшие представители этой высокой культуры стали расселяться на юг Евразии. При этом они оставляли местным народам, тогда еще не имевшим своей письменности, заветы о бывших и будущих глобальных катастрофах. Так и родилась песнь о Рагнареке. Подтверждение этому историк Андрей Рерих нашел, когда выяснил, от какого события берет свое начало славянский календарь. Лето 7522-е сейчас идет от создания мира в Звездном храме. Это лето подписания мирного договора после Столетней войны между китайцами и представителями арийской цивилизации. Подписывался мирный договор в храме, который назывался Звездный, и поэтому дотация ведется от этого числа. Оно уже лето 13-022-е от последнего Великого похолодания. То есть был предсказан некий ледниковый период. Он будет снова повторяться. А вот здесь и начинается самое интересное. Выходит, что древние славяне уже тогда жестко увязывали наступление глобального холода, то есть по-нашему ледникового периода, со сменой циклов активности Солнца. Они даже каким-то образом сумели вычислить. Эти циклы в среднем меняются каждые 12-13 тысяч лет. Собственно, об этом и идет речь в календаре викингов. Удивительно, но этот факт полностью подтверждается и современными изысканиями геологов. Действительно, последний ледниковый период завершился именно 12 тысяч лет назад. Но тогда получается, что те, кого викинги называли богами, родом оттуда, из до ледникового периода. И никакие это не инопланетяне и не сказочные волшебники, а просто люди, которые жили задолго до появления нашей цивилизации. Ученые задались вопросом, если предположить, что это действительно так, тогда почему они в одночасье исчезли с лица Земли? Ответ подсказали те же самые палеонтологи. Они утверждают, что по необъяснимым пока причинам последний ледниковый период наступил стремительно. Такое ощущение, что глобальный катаклизм произошел в считанные минуты. Уйти или подготовиться к резкому похолоданию шанса просто не было. Об этом свидетельствует найденный в Якутии на берегу реки Березовки мамонт. Когда его откопали, ученые ахнули. Несмотря на то, что он пролежал во льдах тысячи лет, ученые даже сумели выделить образцы крови, а в его пищеводе даже сохранилась зеленая трава. То есть мамонт даже завтрак не успел закончить, как был, можно сказать, заживо заморожен. То есть момент на 100 градусов и практически мгновенно. Это могло произойти только по одной причине мгновенной сменой магнитных полюсов Земли. Этот процесс мы наблюдаем и сегодня. Правда, к счастью, в нашем случае все происходит не так быстро. Уже известно, что северный магнитный полюс сдвигается в сторону России. Центр активности, центр вот этой активности полярной, он с него смещается в сторону России. Хотя есть еще одно научное объяснение, почему похолодание тогда наступило так внезапно. Ряд ученых полагает, что еще и ось вращения Земли сместилась. А это произошло из-за удара крупного астероида. Возможно, доказательства тому есть в наследии одной древней цивилизации. Историка Грама Хэнкока всегда манили тайны египетских пирамид. Он изучал их много лет и недавно сделал странное интригующее открытие. Сначала ученый подобрался к разгадке того, куда смотрит сфинкс и зачем он нужен. Официальная точка зрения Грама Хэнкока не устраивала. Она гласит, что сфинкс это статуя фараона Хафра, владельца второй пирамиды и построена четыре с половиной тысячи лет назад. Но новейшие данные геологии показали, что монумент гораздо старше. Эрозия на теле сфинкса является результатом того, что он находился тысячи лет под экстремально сильным дождем. Такого дождя в Египте не было за последние пять тысяч лет. Нужно идти за тысячи лет до этого, чтобы наткнуться на упоминание про действительно сильный дождь на исходе ледникового периода, который мог быть причиной такой эрозии сфинкса. В таком случае, когда же и кем был построен великий сфинкс? Вероятный ответ на первый вопрос Хэнкок получил неожиданно. С помощью точнейших компьютерных программ он вычислил, куда смотрит статуя. Оказалось, в условную точку на горизонте, где восходит Солнце в день весеннего равноденствия. Что бы это значило? Такие еще астрономические объекты находятся на небе там, куда устремлен взгляд сфинкса. Созвездие зодиака. Но из-за сложного вращения Земли они постепенно сдвигаются на небе. Тут Хэнкок осенила догадка. Оставалось понять, когда перед восходом Солнца статуя смотрела на созвездие, которое, вероятно, олицетворяет льва. Так получилась дата. На рассвете в день весеннего равноденствия в 10500 году до нашей эры точно в этот момент созвездие льва находилось точно над великим сфинксом, который, конечно, является скульптурой с телом льва и, как мы предполагаем, изначально и с львиной головой. Потом те, кто обнаружил эту скульптуру, переделали ее в скульптуру с лицом человека, но изначально это был полностью лев. Какой апокалипсис помнят пирамиды? Катаклизм был столь внезапным, что уничтожил в одночасье какую-то высокоразвитую древнюю цивилизацию. Что завещали боги древнего Египта? Это своеобразный катастрофный календарь очень важных событий. В поисках решения Грамм Ханкок продолжил исследование пирамид. Его интересовало, зачем эти сооружения точно соориентированы по сторонам света. Возможно, пирамиды Гизы также имеют связь с астрономическими объектами. Ученый посмотрел на долину сверху и увидел, что три пирамиды и река Нил в точности повторяют схему созвездия Орион. Однако ему не давала покоя небольшая погрешность. Ханкок понял, что на плато Гиза опять же отражена не сегодняшняя карта небес. Если вы возьмете астрономическую компьютерную программу и начнете пролистывать обратно картины неба, вы заметите изменение расположения созвездия Ориона до тех пор, пока вы не дойдете до 10500 года до нашей эры. 12,5 тысяч лет назад. Там потрясающее сходство тех трех звезд и пирамид становится просто идеальным. Более того, река Нил полностью совпадает своей позиции с расположением Млечного Пути в этот момент времени, 12,5 тысяч лет назад. Я не говорю, что тот, кто создавал комплекс Гизы, также расположил Нил там. Нил уже был там. Но это место расположения было выбрано из-за расположения реки Нил в то время. Указания на время Ханкока и его команда нашли в третий раз. Изнутри Великой пирамиды от так называемых камеры царя и камеры царицы идут четыре шахты. Они направлены на конкретные звезды. Однако здесь результаты датировки были противоречивы. Все эти четыре шахты направлены на четыре звезды. На позиции, которой они занимали не 12,5 тысяч лет назад, а всего 4,5 тысячи лет назад во времена раннего Египта. К примеру, шахта в камере царицы направлена на звезду Сириус, на ее место в 2500 году до нашей эры. И звезда Сириус была очень важна для древних египтян, а шахта в палате короля направлена на самую низкую из трех звезд пояса созвездия Ориона, которую древние египтяне ассоциировали с богом Осирисом. И это не может быть случайностью. То же самое с северными шахтами, которые направлены на звезды созвездия Дракона и Малой Медведицы. Что это значит? По мнению Хэнкока, каменные монументы в Египте хранят дату и тайну событий, о которых большинство уже забыло или же не знало никогда. Эти памятники воздвигали на земле возле реки Нил для того, чтобы сохранить, сберечь, увековечить определенный момент времени. Так что мы наблюдаем очень долгий проект, который начался 12,5 тысяч лет назад и был обновлен и закончен в 2500 году до нашей эры. Какая же из двух дат обозначает реальное время строительства пирамид? 4,5 тысячи лет назад, как об этом написано в наших учебниках, или 12 тысяч? Чтобы ответить на этот вопрос, важно учесть, что все древние пирамиды на планете почему-то разделены на две категории. И этому пока объяснения нет. первые, в том числе и три главные египетские пирамиды четко ориентированы на современный северный полюс. А вот другие, например, пирамиды Теотиокана в Мексике на точку на 15 градусов восточной. Почему? Ведь согласно древним текстам пирамиды должны строго смотреть на север. Вот эта странность и позволила ученым выдвинуть сенсационную гипотезу. На самом деле на север изначально смотрели все пирамиды, просто строились они в разное время. А в разное время север действительно был в разных точках. Он смещался в результате глобального катаклизма. Вот и получается, что первые пирамиды были построены еще до катаклизма более 12 тысяч лет назад, а вторые намного позже. Это гипотеза известного британского историка Грэма Хэнкока. Вот как он об этом мне недавно рассказывал сам. Мне кажется, катаклизм был столь внезапным, что уничтожил в одночасье какую-то высокоразвитую древнюю цивилизацию и человечество все забыло. Но кое-кто из них выжил и расселился по миру. Позднее они подарили слаборазвитым аборигенам знания. Одним из очагов новых цивилизаций был Египет, второй очаг индейцы майя. Они увековечили конец своей цивилизации, чтобы показать нам дату, день, когда Земля остановилась, а заодно донести до нас, какими знаниями они владели. Возможно, другой египетский артефакт даже расскажет, что конкретно случилось. Это каменное панно в храме богини Хадхор в городе Дендера. На нем изображены боги, обозначающие созвездия Зодиака и планеты Солнечной системы. Борельеф называют Дендерский Зодиак или календарь катастроф. На протяжении веков ученые бились над его расшифровкой. Главный вопрос, который их интересовал, там записаны даты прошлого или будущего апокалипсиса. Говоря, в частности, о так называемом Дендерском Зодиаке, коротко, это своеобразный катастрофный календарь очень важных событий, которые произошли в Солнечной системе за последние несколько десятков тысяч лет. Кандидат технических наук Светлана Павлова посвятила расшифровке Дендерского Зодиака много лет. Она работала с фотокопией оригинала. Светлана Николаевна обнаружила, в календаре с помощью математики и геометрии записано важнейшее послание. Когда я смотрела, еще не углубившись вот в сам этот Дендерский Зодиак, я просто смотрела на него и понимая, что египтяне обладали невероятным уровнем знаний, что они не могли просто так нарисовать фигуру, что они должны определенным закономерностям подчиняться, их расположение, должны фиксировать какие-то моменты, они должны передавать информацию. Это не украшательская картинка, просто так для чего-то взяли и для украшения интерьера взяли и нарисовали. На Дендерском Зодиаке изображено звездное небо, но не сегодняшнее, а какое люди видели 13,5 тысяч лет назад и планеты Солнечной системы, которых на дну больше, чем мы знаем. На всей картине идеальное совпадение астрономических координат, но некоторые обозначающие созвездия и планеты стоят не там, где должны быть. Вряд ли это случайно. И вот это говорит уже о том, что этого не может быть, стой, в этом что-то есть. Это стоп-кадр. Вот поэтому отсюда начинается расшифровка. Светлана Павлова похоже восстановила смысл летописи великой катастрофы. Между Марсом и Юпитером на Дендерском зодиаке изображена неизвестная планета. Ее символ Сет, бог войны и разрушения. Значит, она была уничтожена. Действительно, сегодня между Марсом и Юпитером пояс астероидов. Астрономы предполагают, что раньше там была планета. Ее назвали так же, как в древнегреческом мифе Фаэтон. Гибель Фаэтона и зафиксировали египтяне на этом зодиаке. Теперь мне пока, я думаю, что в дальнейшем я еще буду этим заниматься, но пока я увидела еще вторую катастрофу. Второе действие апокалипсиса было связано с нашей планетой. После гибели Фаэтона время на Земле остановилось, пошло в обратную сторону и только потом вернулось в свое русло. Светлана Павлова сделала этот вывод из расположения вот этих богов времени Декана. В своей шкале или временном цикле они стоят неравномерно. Такой поворот событий возможен после удара астероида, который заставил планету вращаться в обратную сторону. Был ли это обломок Фаэтона? Вот фигурка богини, обозначающая Землю. Она держит на протянутой руке бабуина символ Тота бога Луны. Земля получила Луну после катастрофы. И еще один эпизод космического действия. Весы, в центре которых ребенок, прикладывающий палец ко рту. Получается Земля с Луной уравновесили какое-то небесное тело. Но это большая тайна. Это не единственная космическая катастрофа прошлого. И что хуже всего, страшные события происходят периодически. Светлана Павлова продолжает работать с зодиаком, чтобы вычислить опасный момент. Вот тот самый цикл, который здесь четко обозначен, это 26 тысяч лет. И этот цикл уже не единожды прошел по Земле. И это значит, что космически Земля попадает в определенные точки, которые вот здесь обозначены регулярно. И вот эта регулярность выражается в очень редком расположении деканов. Дандерский календарь, как и многие другие древние календари, подтверждают, что апокалипсис неизбежен. Вопрос вызывает только его точная дата. Но доктор технических наук Александр Лазарев утверждает, что приблизительно может ее назвать. Профессор пришел к такому выводу в результате многолетней работы по толкованию Библии и стихов пророка Нострадамуса. Его 1102 катрены посвящены главным образом вот этому событию, предстоящей реконструкции земли. И он описывает то, как это произойдет. Сначала основывается он на Библии. И в Библии, если внимательно ее просчете, есть такая книга апокалипсис, есть 18 глава, 21 стих, в котором говорится об ангеле, который придет на землю и бросит на нее камень. Нострадамус взял за основу этот отрывок и расшифровал его в сотнях катренов. То есть сотни катренов посвятил одному событию, которое уже ожидается во второй половине 21 века. Что нашел великий физик в древних пророчествах? Нейсак Ньютон сказал, что конец света не произойдет до 2060 года. О чем на самом деле говорил календарь Майя? На протяжении определенного периода времени планета будет переполнена болью и страданиями. Профессор уверен, что Нострадамус говорил о глобальной катастрофе, которая происходит раз в 12 тысяч лет. По мнению Александра Лазарева, причина катаклизма заложена в механизме вращения нашей планеты. Условная ось Земли описывает в небе круг длиной в 25 920 лет, проходя по созвездиям Зодиака. Сейчас наш мир переходит из эры рыб в эпоху Водолея. При переходе из одного знака Зодиака в другое, по версии ученого возникает напряженность земной коры и природа убирает эту проблему, двигая материки. В Катренах Нострадамуса профессор увидел описание предстоящего катаклизма. Произойдет мощное землетрясение, которое выбросит в атмосферу камень. Вес этого камня он назвал полтора миллиарда тонн. Место назвал остров Самар на Филиппинах. Нострадамус утверждает, камень, этот камень, осколок земной коры, размером почти полтора километра, весом полтора миллиарда тонн, вылетит в атмосферу и пролетит над землей 20 тысяч километров. точно через северный полюс и опустится в районе Англии, опустится на землю. Вот это событие произойдет по утверждению Нострадамуса в 2054-2056 году. Но камень не просто вонзится в поверхность. На излете он треснет на три части и нанесет три удара. В Бескайский залив, город Нарбон на юге Франции и точно в Римский Колизей. Эти удары пройдет гигантские трещины, которые паутины расползутся по земле и раскулют материки, после чего части суши на планете распределятся иначе. В Катранах Нострадамуса профессор нашел указание на то, что пирамиды Гизы воплощают в себе размеры и вес трех камней апокалипсиса. Некая предыдущая цивилизация точно просчитала будущую катастрофу и записала отдельные параметры с помощью пирамид. Но это, конечно, не основное их назначение. Пирамиды это очень сложный замысел, невероятно сложный. Он участвует сразу в нескольких ипостасях, что ли. Он является частью нескольких процессов. Надо сказать, что профессор Лазарев не единственный ученый, который обратился к Библии и другим древним текстам в поисках упоминаний о глобальных катаклизмах. Мало кто знает о том, что первым, кто стал воспринимать ветхозаветные истории как источник строго научной информации, был великий ученый и отец современной физики Исаак Ньютон. Изучая Библию, он обратил внимание на описание вещего сна, который приснился пророку Даниилу. Как известно, библейскому прорицателю приснился зверь с десятью рогами. Потом у чудовища вырос еще один, одиннадцатый рог. Ньютон расшифровал эту информацию так. Зверь – это римская империя. Десять рогов – это королевство, на которое она распалась. Одиннадцатый рог – это папское государство или Ватикан. Тогда, от даты его образования, Ньютон отсчитал период, который в Библии определен как время и полгремя. У Ньютона получилась цифра 1260 лет. Так, великий ученый получил примерную дату следующего глобального катаклизма или апокалипсиса. И он приходится на промежуток времени с 2012 по 2060 год. Вот что мне рассказал по этому поводу исследователь наследия Исаака Ньютона Роберт Айлиф. В одном документе ближе к концу своей жизни Исаак Ньютон сказал, что конец света не произойдет до 2060 года. Он не сказал, что конец света произойдет в этом году, но он не произойдет до этого года. Исследователь Роберт Айлиф изучил сотни рукописных текстов, написанных Исааком Ньютоном. Из них выяснил, что после апокалипсиса 2060 года на Землю придет новый спаситель и будет править тысячу лет. Ученый назвал это время «золотым веком человечества». Это будет царство Отца Небесного. И через тысячи лет правления Христа к концу этого все плохие вещи будут повержены. И к концу тысячелетнего правления случится Великая Битва Армагеддон, и дьявол будет повержен, а после этого все будут жить в вечном мире гармонии и процветании. Но до этого момента мир ожидают разрушительные войны, распы и катаклизмы. Апокалипсис Ньютон называл «боин», последней бранью, в результате которой все живое на земле погибнет. В связи с этим должен быть 60-й год. Если говорить о словосочетании «последняя брань», по-английски прямо «the last fight» большими буквами, это будет непременно глобальная катастрофа, как ее обычно любят показывать Голливуд. Мало кто знает, что будучи президентом Королевского научного общества, Исаак Ньютон также возглавлял ячейку тайного братства – ложу Преорациона. Одну из своих великих тайн он так и не передал братьям по ордену и унес с собой в могилу. В конце жизни Ньютон рассказал о документах, якобы полученных от неких послов с далеких звезд. Сподвижники смеялись и называли все это космическими бреднями, за что Ньютон оставил им пустой сундук и вот такое письмо. Передаю сей труд в руки того, кто сможет сделать то, чего не сделал я, осознает полученные мною знания и сохранит переданные мне реликвии, властвующие над всеми и вся природа. Я прошу тебя, о добрый друг моих изысканий, передать то, что ты здесь найдешь людям. Однако пресловутый секретный архив Ньютона не пропал, он был спрятан. Вскоре после смерти ученого его архивариус тайно передал бумаги молодому физику Томасу Йонгу. Тот успел переписать часть доктрины о дыхании мира, которую Ньютон отметил как труд, подаренный внеземными владыками. Члены ложи Преорациона были заинтересованы в неразглашении этих знаний. Вскоре архивариус Ньютона был убит, Благодаря тайным работам Ньютона он прославился как основоположник волновой теории света. Наша цивилизация еще слишком молода, чтобы знать обо всех опасностях, которые подстерегают Землю в ее космическом путешествии. Вместе со всей Солнечной системой наша планета летит со скоростью 230 километров в секунду, совершая оборот вокруг центра галактики. Полный круг или галактический год занимает 230 миллионов лет. Не исключено, что на пути есть опасные участки. Но вот как их обнаружить и предусмотреть эти периоды? Часть исследователей склоняется к идее, что некто дал древним цивилизациям знания о таких циклах. Эти сведения зашифрованы в календарях. На протяжении определенного периода времени планета будет переполнена болью и страданиями. В этом и заключается секрет майянского календаря. Раньше он не раскрывался. Еженедельно Майкл Лукман выходит в эфир, чтобы предупредить американцев. Впереди планету ждут небывалые катаклизмы. Локальные катаклизмы последних лет, цунами, землетрясения и ураганы, по словам Лукмана, запланированная репетиция. Люди должны научиться выживать в новых условиях. Лучше уже сегодня перебираться подальше от прибрежных районов на возвышенности и запасаться провиантом. Нужно запастись стандартными вещами, едой, водой. Еды должно хватить на год. Можно запастись обезвоженными продуктами питания, которым впоследствии нужно просто добавить кипящую воду. Они довольно вкусные, я пробовал. Такие же вкусные, как еда, которую можно купить в супермаркете, но при этом они могут храниться 25 лет. И, конечно, вода имеет огромное значение. Какие знания зашифрованы в древних храмах? Это связано с генетическим кодом жизни на нашей Земле. Что в скором времени угрожает нашей планете? Одни ученые говорят, это смещение земной оси. И говорят, что это может быть действительно удары с космоса. Директор Нью-Йоркского центра исследования аномальных явлений изучил многочисленные прогнозы и предсказания о конце света. В его коллекции есть и знаменитый календарь Майя. Рядом календарь ацтеков. Лукман жалуется, обыватели их часто путают. Но для него самого разница очевидна. Американец уверен, именно древние Майя составили самый точный и надежный календарь в мире. Этот экземпляр я привез из одного местечка в мексиканском штате Юкатан. Календарь Майя. Долгое время его воспринимали как обычный памятник древней культуры. Но только до тех пор, пока в 1966 году профессор Ельского университета известный американский антрополог Майкл Коу, исследуя культуру племени Майя не задался простым вопросом. А почему индейский календарь внезапно заканчивается? Календари египетских фараонов, греческих философов, таинственных шумеров бесконечны. И только календарь Майя продолжения не имеет. Вот тогда-то с легкой руки американского ученого, кстати сказать, весьма серьезного и авторитетного, и родилась научная сенсация. А теория апокалипсиса 21 декабря 2012 года стала вполне научной гипотезой. Рассуждения ученого выглядели примерно так. Майянский календарь ведет отсчет с 3113 года до нашей эры. Эту дату индейцы считали нулевой точкой времени, началом новой эпохи. Она состояла из 13 периодов, так называемых бактунов, длиной в 394 года каждый. Перемножив значения, мы увидим, что всего это 5125 лет. А если вычесть из получившегося результата 3113, то получится как раз 2012 год. Этот год в календаре мая заканчивается 21 декабря, в самый короткий день года, когда солнце восходит всего на несколько часов. Именно потому, что календарь мая неожиданно обрывается, многие и предположили, что всему живому на Земле придет конец. Трактовать можно по-разному вот такие общие слова. Если там, как одни ученые говорят, это смещение земной оси, другие говорят, что это может быть действительно удар из космоса, конечно, это может привести к гибели человечества, безусловно. Можно вспомнить, что подобные апокалиптические ожидания периодически возникают, да, на фоне стихийных бедствий, ну и вообще всегда приятно думать, что не надо ничего делать, если мы все равно через два дня умрем. Если майя не ошиблись в расчетах, если великий цикл эпох действительно должен был закончиться в 2012 году, что могло произойти? Ответ на этот вопрос археологи нашли еще в 1960 году на одном из индейских памятников. Вот он. Его название Монумент 6 из Тортугуэро. Огромную каменную плиту ученые обнаружили в Мексике, в штате Табаско. Оказалось, что возраст артефакта более 1300 лет. Его исследованием занимался вот этот человек. Профессор соуств Вестернского колледжа, знаменитый историк доктор Марк Ван Стоун. Потратив почти 20 лет на изучение майянской культуры, он смог расшифровать надписи на плите. На камне выгравирована фраза. 13-й Бактун закончится в день 4-й Ахау 3-го Канкин, когда сойдет с небес бог Балон Йок-Тэ-Ку. Долгое время ученые считали, что предание индейцев просто легенда, обычная выдумка. Но с развитием астрономии выяснилось, что наша солнечная система движется по галактике, а не находятся в одной точке Вселенной. Наша солнечная система движется вокруг ядра галактики и может еще и совпасть там с... или, ну, то, что называется узлом. Ведь все планеты вращаются не в одной плоскости, а немножко под разными углами. И вот точка пересечения вот этих орбит, грубо говоря, вот когда они сходятся в одной, это называется узел. То есть можно попасть в узел, и все они действительно выстроятся более-менее в одной плоскости. И в одной плоскости там с плоскостью галактики. Чем грозит проход солнечной системы через плоскость галактики, ученым пока неизвестно. Ведь за все время существования астрономии такого не наблюдалось ни разу. Кроме того, в истории не сохранилось никаких сведений о том, как это происходило в прошлый раз, и как это явление сказалось на нашей планете. Если это событие действительно как-то может повлиять на Землю, вызвать бури и ураганы, землетрясения и наводнения, то окажется, что индейцы в своих предсказаниях были правы. Основываясь на этом, американский ученый Майкл Коу и построил свою теорию о грядущем конце света. Итак, согласно выводам профессора Ельского университета Майкла Коу, индейцы майя, хорошо зная астрономию, каким-то невероятным образом вычислили самую опасную точку траектория движения нашей солнечной системы по просторам Вселенной. На этой точке они и решили остановить летоисчисление Земли. Но означает ли это, что древние майя имели в виду именно конец света? Конечно, нет. Во-первых, сами майя по поводу конца света никаких указаний не оставляли. А во-вторых, логичнее всего календарь майя трактовать как обычный отрывной календарь. Кстати, если бы индейцы в майя не вырезали испанские завоеватели в 15 веке, весьма возможно, что новый календарь земного летоисчисления они бы начали именно с 21 декабря 2012 года. Так что, если бы не испанцы, возможно, сегодня мы бы не обсуждали конец света, а жили бы уже при новом календаре. что такое второе пришествие? Они полагали, что их космические боги вернутся в течение этого временного периода. Когда откроются звездные врата? Может, на самом деле это произойдет через 20 лет или через 50? Цивилизация индейцев майя возникла 3000 лет назад. Странно, но со временем она не развивалась, а приходила в упадок. 500 лет назад майя внезапно и загадочно исчезли. Их земли заняли другие индейцы, ацтеки, перенявшие часть культуры майя. И вот этот каменный жертв, который якобы пророчит конец света, наглядный пример смешения двух культур. Это, во-первых, не календарь, во-вторых, не майя. Это, суть по всему, неоконченный темалак, это такие алтари, на которых приносят жертву людей, и по которым стекает человеческая кровь. В то же время календарь у майя действительно был и не один. Ежедневный, сельскохозяйственный, лунный, а также священный календарь Цолькин. Для больших отрезков времени майя использовали длинный счет. Это сложнейшая структура, основанная на смешении 20, 18 и 13 речных системах счисления. Она позволяла работать с датами, отстоящими на сотни тысяч лет назад и вперед. Зачем все это нужно было индейцам, никто не знает. Кстати, об удивительных загадках тех народов, которые когда-то, до Колумбовской эпохи, населяли Америку. Принято считать, что когда европейцы высадились на американский континент, они столкнулись с племенами кровожадных дикарей, которые не знали даже колеса, ходили с перьями на голове и при каждом удобном случае сдирали скальпы с доверчивых гостей из Европы, но и те обходились с ними соответственно. Но так ли было на самом деле? А на самом деле, как сегодня выясняется, американский континент был населен могущественной и самобытной цивилизацией, которая во многих областях даже превосходила европейскую? Просто память об этом в течение столетий старательно вытравливалась из сознания европейцев. В противном случае, как оправдать те ужасы, которые творили первые белые американцы на чужой и не принадлежавшей им земле? И сегодня на многие вопросы уже не ответят. Существует такая гипотеза, что календарь Майя был создан не самими представителями цивилизации Майя, а они получили его в дар от более высокоразвитых своих предшественников или, скажем так, наставников. Полуостров Юкатан, центр древней цивилизации Майя. Здесь расположен священный город Чечен-Итса. До наших дней сохранились многочисленные зиккураты, храмы в форме ступенчатых пирамид. В этой архитектуре зашифрован и тот самый священный календарь Майя, о котором так много спорят в последнее время. К такому выводу пришел кандидат физико-математических наук Вадим Михайлов. Он совершил несколько экспедиций в Мезоамерику. Внимательно изучил самый большой храм Кукулькана. Там идут четыре лестницы со всех четырех старион. Если мы посчитаем количество ступеней, то их ровно 91. 91 мы умножаем на 4, мы получаем с вами 91, это четверть года, это три месяца как раз. Мы с вами получаем 364. И одна общая ступенька, которая со всех ступенек, если мы идем, 91, плюс последняя 365. То есть в свое время майя, считая дни оборота Земли вокруг Солнца, на каждой ступени это было строго определенное число. Они совершали определенную мистерию, определенную церемонию, посвященную данному числу. Древние майя обладали богатейшими знаниями по астрономии и устройству Вселенной. К примеру, за 2000 лет до нашей эры им уже было известно, что Земля находится в галактике Млечный путь. Они точно описывали устройство этой гигантской системы. Форма нашей галактики примерно как летающая тарелка, как блюдца. И мы сейчас, находясь в плоскости вот этого блюдца, смотрим на центр галактики, который майя называли Хунапку, а единое дарующее движение и Меру в переводе означает. Для совершения священных ритуалов майя использовали особый календарь Цолькин. Даже в древности пользоваться им могли только избранные служители зекуратов. До сих пор остается загадкой, почему Цолькин состоял всего лишь из 260 дней. Это связано с генетическим кодом жизни на нашей земле. У нас 64 кодона ДНК, и вот именно поле жизни, которое называется шахматная доска, и расположение чисел на ней, во многом связано с числом 260. Поэтому календарь Цолькин это священный календарь. Ряд археологов считает, что надпись на священном монументе в Тартугера возможно прочтена неправильно, потому что табличка имеет скол. Археологи думают, что сообщение зашифровано. Надпись говорит, что бог Балон-Йогте спустится с неба, и это отметит смену эпох. Но что это значит на самом деле? Зачем небесным богам, покровителям и эпохам меняться? Некоторые исследователи даже выдвигают фантастическую версию. Замечено, что во всех древних языческих религиях каждый бог отвечает за свой период времени. Логического объяснения этому нету. Но в последнее время все больше сторонников привлекает гипотеза швейцарского исследователя древних цивилизаций Эриха фон Деникина. Все мировые религии говорят, что наступит апокалипсис, всемирная катастрофа, после которой произойдет второе пришествие. Даже вера американских индейцев основана на том, что вернутся боги, создавшие людей и построившие пирамиды. Чего же на самом деле ждет человечество и кто должен прийти? В Евангелии от Марка можно прочесть, что Христос вернется. Мусульманский мир ждет возвращение своего Махди, который должен навести порядок. Иудеи ждут более пяти тысяч лет второго пришествия Мессии. Они никогда не считали Иисуса Мессией в отличие от христиан. То есть и в древние времена и сегодня нам известны ожидания второго пришествия богов. Одним из самых последовательных сторонников гипотезы о том, что боги, которые описаны в древних текстах, на самом деле это представители внеземной цивилизации является всемирно известный археолог и специалист по древним летописям швейцарский исследователь Эрик фон Деникен. Опираясь на древние летописи, он утверждает, что 14 тысяч лет назад на Землю высадился космический десант представителей инопланетной цивилизации. Люди, которые на тот момент населяли Землю, ошибочно приняли из-за богов, спустившихся с небес. Отсюда в Ветхом Завете и других священных книгах такое большое количество рассказов очевидцев о том, как с грохотом и огнем железная колесница спустилась с небес и из нее вышли боги. А за кого еще древние люди могли принять астронавтов и их межпланетные корабли? В свое время книга Эрика фон Деникина «Воспоминания о будущем» шокировала научный мир новыми фактами и выводами. Но сегодня ученые в отрицании его гипотезы уже не так категоричны. Несколько тысяч лет назад боги они же инопланетяне предупредили наших предков мы вернемся и это обещание преобразовалось в легенды в мифы в религии вплоть до наших дней. Теория фон Деникина построена в том числе на анализе вот этого артефакта храм надписей в полянке это пирамида под ней захоронен самый выдающийся император Майя Пакаль его гробница предмет неутихающих споров ученых саркофаг закрыт пятитонной плитой с великолепным рельефом на рисунке пристегнутой к креслу пилот в скафандре с дыхательным аппаратом рядом пульт управления космическим кораблем перед ним рычаги позади энергоустановка и сопла с реактивными строями на этой надгробной плитой в храме надписей в полянке есть барельеф там изображен человек сидящий словно на мотоцикле прямо перед носом у него находится какой-то прибор одна рука вверху нажимает на какую-то кнопку а рука внизу крутит какое-то устройство он сидит в каком-то кресле сзади которого видны языки пламени новейшее толкование этой картины гласит что Пакаль мчится с земли во вселенную я считаю это очень близко к истине майя описывают своих богов как белокожих светловолосых людей которые приплыли с севера на самоходных лодках они научили народ майя наукам и построили пирамиды Теутиуакана после всемирного потопа боги были родом с небес но долго жили рядом с людьми именно боги подарили народу майя календари и систему счисления основанные на двоичном коде однажды боги ушли пообещав вернуться когда на американские берега ступили конкистадоры майя обрадовались и пали низ европейцы оказались очень похожи на богов это был для майя крах очень больших надежд тысячи лет они ожидали своих богов и пытались с ними связаться значит там сверхъестественные существа которые мы называем богами хотя там они не совсем боги в этом смысле у майя сложнее эти все концепции по мнению Эрика фон Деникина инопланетяне посещали землю как минимум трижды каждый раз с интервалом примерно в три тысячи лет люди получили от богов знания и с их помощью возвели пирамиды и храм эти сооружения имели техническое назначение когда боги ушли человечество утратило их технологии и забыло как все это использовать вот почему из древней люди ждут нового прихода богов эрих фон Деникин считает что контакт с внеземной цивилизацией наступит очень скоро некоторые народы даже называют точную дату этого второго пришествия центральная Америка племя майя со своей специфической календарной системой майя утверждает что 21 декабря 2012 года это тот день когда боги вернутся на землю я в эту дату не верю дата это как резиновая лента может на самом деле это произойдет через 20 лет или через 50 я не верю в дату но убежден инопланетяне обязательно вернуться к нам и тогда у человечества появится проблема я называю ее шоком из-за богов с этой теорией согласен и Майкл Лукман 21 декабря 2012 года было не началом конца времен а началом периода когда следует ждать богов они не указали точное время его возвращения но они полагали что их космические боги вернутся в течение этого временного периода сторонники внеземного происхождения майянских богов выдвигают версию о вахтовом методе работы космической экспедиции командировка длиной в 5000 лет но почему именно такой срок есть версия что этот период связан с некими космическими циклами возможно в нашей вечно движущейся вселенной иногда происходит событие позволяющие богам посещать землю это может быть например сближение планет или галактик на минимальное расстояние или совмещение энергетических полей который открывает пространственно-временной коридор между мирами но поскольку мы сегодня не видим никаких богов миссия предыдущего десанта была закончена раньше почему это случилось и куда они ушли откуда к земле несется гибель она может уничтожить человечество так же как уничтожила динозавров что такое звезда смерти имеются многочисленные предсказания появлений необычного небесного тела в данном случае наиболее активные угрозы наиболее такие животрепещущиеся угрозы астероидные и кометные это астероиды это тела которые летают у нас в солнечной системе есть два пояса есть астероидный пояс между Марсом и Юпитером и есть пояс Койпера который идет за Ураном там тоже интереснейший пояс но пояс он представляет собой в общем-то как бы гантельную такую систему опасность пресловутого астероида Апофиса еще не миновала диаметр этого гигантского небесного камня составляет 320 метров а масса 50 миллионов тонн названный в честь египетского бога мрака и ужаса этот камень грозит врезаться в землю со скоростью 45 тысяч километров в час если астероид не изменит орбиту 13 апреля 2029 года он попадет в гравитационную ловушку земли и ровно через 7 лет встретится с нашей планетой последствия будут ужасны а якобы в 36 году он уже ударит по земле это опасно потому что он намного больше тоннгусского материта единственное что мы конечно не можем сейчас с такой точностью мерить поэтому и 29 год все-таки предсказывается не очень точно а ну год то предсказать точно а вот как он пройдет от земли а 36 тем более не точно потому что там повлияет еще притяжение земли в 29 году так что в принципе это опасность есть она может уничтожить человечество так же как уничтожило динозавров надо сказать что наша планета с крупными астероидами сталкивалась уже неоднократно и каждый раз это меняло облик земли до неузнаваемости такой удар 65 миллионов лет назад уничтожил доисторических жителей земли динозавров и ящеров сделав условия на земле непригодными для их обитания метеориты поменьше оставили на поверхности нашей планеты множество гигантских кратеров за последнее столетие произошло как минимум 4 серьезных столкновения астероидов и метеоритов с землей 1908 год падение тунгусского метеорита крайне странное происшествие потому что ученым так и не удалось обнаружить следы самого небесного камня ни в воронке ни далеко вокруг один из моментов что инопланетяне взорвают английский метеорит и он нецентрализованно упал и так мог бы повредить земную тверть и тем самым уже развитые цивилизации и упал то он в какой-то там извините меня местности совершенно ненаселенной аборигенами типа Чукчи и еще их там ну сотни человек всего лишь проживало в этом месте вот и нанесли им ущерб только ну был взорван так вот предполагается что это и есть такая гипотеза в 1930 году крупное небесное тело упало в бассейне амазонки были жертвы среди населения в 47 году метеорит упал на территорию приморского края в западных отрогах сихатой олиня по дороге к земле метеорит рассыпался на сотни тысяч обломков и выпал огненным дождем тоже удивительное совпадение действительно тут будешь верить богу потому что действительно как-то спасает пока все человечество смотрите все крупные небесные тела которые в последний в последний век рухнули да это Тунгусский метеорит Метеорит Витимский Метеорит и сихатой англинский они все упали в такие места как нарочно природа выбирала такое место куда бы шарахнуть делали людей поменьше живет сегодня ученые разрабатывают несколько способов спасения нашей земли от падения крупных астероидов первый способ к опасному космическому телу предлагается послать ракету с ядерным зарядом взрыв уничтожит незваного каменного гостя по второму варианту предполагается отправить космический корабль который выйдет на орбиту астероида и попытается изменить его орбиту а третий установить на опасном астероиде солнечный парус и отправить его во вселенную куда подальше проблема только состоит в том что нет технического решения как точно попасть в этот астероид и не промахнуться ведь скорости в космосе поистине огромны а что такое крупный астероид в масштабах бескрайнего космоса это даже не песчинка это вообще ничего человечество возможно еще найдет выход из этого тупика и либо ему помогут некие высшие разумные силы в виде инопланетян или кого угодно мы пока не знаем что это за силы будут но возможно эти силы которые как многие эзотерики считают наблюдают за нами и нами руководят как-то нам помогут отойти от края пропасти и не броситься в нее вниз головой что было бы весьма печально еще совсем недавно с телеэкранов и газет нисходила тема прилета некой странствующей планеты Нибиру согласно теории американского журналиста Захарии Ситчина который вольно перевел древнешумерские тексты каждые 3600 лет Нибиру якобы пролетало мимо земли из нее высаживались пришельцы и экспроприировали у людей золото исследователь не знал что словом Нибиру в шумерском языке обозначается планета Марс бродячая планета похоже его добросовестное заблуждение однако миф о Нибиру наложился в современном фольклоре на древние тексты упоминающие о периодическом пролете недалеко от земли странного небесного тела древние греки называли его Тифон индейцы Майя Хуракан его появление в земном небе означало наступление страшных катаклизмов смертельный космический гость всегда возвращался есть данные что он прилетит еще раз и это как раз информация астрофизика имеются многочисленные предсказания появления необычного небесного тела в ростах она так и называется звезда хрустатая звезда страшная закосматая звезда удивительно что этого не замечали раньше ученые предположили что в древних текстах описана нейтронная звезда класса пропеллер которая является остатком от взрыва сверхновой звезды она не излучает ни в рентгеновском ни в радиодиапазоне поэтому ее нельзя обнаружить ее орбита сильно вытянута и периодически она сближается с землей выглядит это как огненный крест на небе рядом с солнцем который семь дней подряд наводит ужас на людей древние народы запомнили беды которые она приносит и оставили предупреждение потомкам предсказаниях довольно подробно описываются события которые произойдут во время сближения этой звезды с нашей планеты причем возможно уже в 2025 году она появится в небе земли как какая информация зашифрована в обычном календаре может быть просто обозначена еще раз дата вот этой катастрофы для чего построили Стоунхенш у нас появились косвенные доказательства посещения земли некими существами Владимир Пахомов математик офицер космических войск и научный сотрудник института ядерных исследований обнаружил в обычном календаре послания инопланетян ученый прочел шифровку и нашел даты великого потопа и конца света домашний адрес отправителей и тайник на земле где хранятся секретные технологии я уже говорил вот это вот простенькое послание календарное да всего 28 чисел в нем закодирована такая масса информации что современная наука и технология даже если все государства мира в сквачину скинутся ну не смогут создать этот объект ничего подобного просто нет знаний нет технологий Владимир Пахомов использовал вечный или солнечный календарь это любовь в котором есть семидневная неделя и високосный год неделя начинается с воскресенья дня солнца основной цикл 4 недели по 7 дней получился ряд из 28 чисел и каждые 28 лет все повторяется заново придумана была система в Египте египетский календарь наш который мы используем это единственный в истории логичный легко запоминающийся и так математически точный календарь исследователь применил к календарю матрицу седьмого порядка потом решение задачи века подсказало домино как двоичная система счисления совместив результат со значением костей домино Владимир Леонидович отметил старшие шестерки и получил четкие контуры созвездия Орион и особо в нем отмечена одна из звезд Ментака звезда Ментака может быть связана с какими-то инопланетянами грубо говоря а может быть просто обозначена еще раз дата вот этой катастрофы экспериментируя с формулами и геометрическими фигурами математик получил дату великого потопа 4493 года до нашей эры катаклизм на земле был не один и так же называются сроки грядущего у нас есть запасе либо 3000 лет либо 40000 лет за 15 лет работы Владимир Пахом выудил из календаря музыку цифровые изображения животных и географические координаты главным образом расчеты привели к острову солнца на озере Титикака на границе между Боливией и Перу ученый думает что инопланетяне спрятали там капсулу времени послания потомкам а что в ней даже сложно представить именно в этой вот точке которая обозначена в послании на острове солнца безо всяких так сказать моих ухощений просто на фотографии видно что что-то такое какое-то пятно как будто из земли что-то светится расчеты Пахомова легко проверить любому кто знает высшую математику множество энтузиастов со всего мира бросилось по наводке русского математика в Южную Америку и копают остров солнца пока ничего не нашли это место всегда было священно для местных жителей инка на берегу озера Титикака они жили в древнем городе Тиуанако а на остров ходили молиться в той местности известны удивительные мифы однажды там высадилась из сияющего золотого диска белокурая богиня Ариана она родила 70 детей научила людей наукам и улетела первый инки Ман Кокопак и его жена Мама Окола согласно записям также возникли на озере ниоткуда и объявили себя детьми солнца что же там происходило из научных теорий мы знаем что теоретически возможно существование так называемых звездных врат коридоров между временем и пространством через которые было бы очень удобно посещать иные планеты пока ученые не знают как обнаружить такие коридоры и можно ли их открыть но что если тысячи лет назад кто-то на земле это уже умел Стоунхедж загадочное сооружение в 130 километрах от Лондона построенное неизвестными авторами из многотонных каменных плит недавно с помощью радиоуглеродного метода удалось получить точную датировку памятника оказалось что камни еще старше чем было принято считать кто-то притащил их на равнину Солсбери почти 5000 лет назад о назначении Стоунхеджа спорят до сих пор лидирует версия о том что это святилище было древней обсерваторией поскольку эксперты установили что оно очень точно сориентировано на ключевые точки солнечной и лунной орбиты при этом древние архитекторы прекрасно знали циклы обращения обоих светил а эти циклы между прочим наши астрономы вычислили только совсем недавно чем же на самом деле является Стоунхедж сооружение календарного типа и интересно что оно было много много тысяч лет наверное тысячи полторы достраивалось сначала было более примитивное Стоунхедж предполагают иногда что от него вообще ничего не осталось затем были поставлены снова плиты такие крытые и потом вокруг них еще дополнительно были вырыты лунки затем был устроен такой внутри алтарный камень поразительно что создатели Стоунхеджа сумели определить единственную точку откуда можно измерить 19-летний цикл движения Луны но математики нашли в схеме этих камней нечто еще более необъяснимое по их утверждению в Стоунхедже зашифрован ряд математических законов в том числе решение для уравнения Лапласа шотландский астроном Дункан Луна сделал в Стоунхедже и вовсе невероятное открытие о чем он заявил нам в эксклюзивном интервью со мной связался бывший сотрудник британского разведывательного управления Алан Эванс который на тот момент занимался частным расследованием он заинтересовал меня одной идеей о том что в определенных древних местах вроде Стоунхенджа или Египетских пирамид могут находиться точки галактического выравнивания он считал что эти места связаны с космосом оказалось что он прав но доказать это было невозможно до этого считалось что Стоунхенджу не так много лет и никаких точек галактического выравнивания там быть не может галактическое выравнивание астрономический термин он обозначает процесс когда в день зимнего солнцестояния условная линия соединяющая Землю и Солнце направлена в центр нашей галактики точка в которую упирается эта условная линия на Земле сдвигается но неизвестно насколько можно вычислить где на Земле находились эти точки во время предыдущих случаев по странному совпадению именно там стоят древние сооружения это навело ученых на смелую мысль с тех пор как появилась корректная дата появления Стоунхенджа все встало на свои места увидеть галактический центр здесь невозможно его может увидеть кто-то летящий сюда на космическом корабле с другой звезды и использующий галактические координаты для навигации и такие точки могут помочь ему приземлиться в месте где можно было бы по-прежнему пользоваться галактическими координатами Дункан Лунан делает из всего этого сенсационный вывод Стоунхендж на самом деле является обсерваторией однако чтобы ею воспользоваться необходимо знания которые даже современная наука открыла не так давно и самое главное кем и для кого строилась эта система ориентации у нас появились косвенные доказательства посещения земли некими существами которые по-видимому сначала приземлились в Стоунхенджи а затем в Гизе и отметили свое прибытие возведением построек Татьяна Михайлова преподает историю кельтов в Московском государственном университете однажды ей удалось побывать в экспедиции в Ирландии человек у которого она остановилась оказался потомственным друидом он назвал себя карарагом или камнем и поведал Татьяне тайну своего народа из его слов выходило что Стоунхендж является не просто космическим календарем но и сакральным храмом времени культ которого был у древних друидов в Ирландии и в Британии есть определенные точки где сакрализованное время дает особый разлом космической вот как бы энергии на этом это место Стоунхендж безусловно и вообще долина Солсбери куда они ездят брать эту энергию что скрывают тибетские монахи на Тибете действительно есть нечто что может кардинально перевернуть мироустройство какого конца света ждут буддисты и вот начинается эта война она происходит сразу на многих уровнях вселенных начиная с атомного до уровня планетарного вопрос назначения Стоунхенджа давно занимал геолога Михаила Бурлешина однажды ученый увидел его изображение на снимке из космоса с орбиты это сооружение выглядело как правильный круг состоящий из больших каменных пластин круг был разделен на 12 равных частей и напоминал гигантские часы или огромный календарь Михаила Бурлешина заинтересовала находка и он решил проверить встречаются ли еще в мире подобные сооружения оказалось что на территории практически каждого древнего государства есть строение своим видом сильно напоминающие Стоунхендж вот здесь 25 тонн а там 200 тонн подняты ну да там и получается там и календарь и солнечная система причем с элементами которые сейчас не осталось по версии некоторых исследователей в странной конструкции из камней скрыт тайный код даты грядущего апокалипсиса современные последователи друидов каждый год приезжают в эту долину 21 декабря чтобы проследить как ровно в полдень солнечный луч проходит сквозь камни Стоунхенджа считается что в день когда солнце не высветит свою привычную траекторию начнется гибель земли возможно одна из планет упадет на солнце вот ближе в меркурии ну все может быть еще одно строение друидов Нью-Гренш в Ирландии магическое культовое сооружение находящееся в 40 километрах от Дублина Нью-Гренш это гробница расположенная внутри погребального кургана узкий длинный коридор ведет в камеру стены которой выстроены из гигантских мегалитов весом от 20 до 40 тонн предположительно это странное сооружение так же как и Стоунхендж являлось древним инструментом по которому определяли время в том числе даты будущих катастроф в точку когда в день зимнего состояния восходит солнце внутреннюю камеру освещает пронзительный яркий солнечный луч это очень странный эффект к сожалению я не имела возможности никогда его видеть сейчас он длится около 20 минут этот эффект а раньше вот как астрономы вычислили почти час это происходило странный непонятный современному человеку ритуал в ходе которого древние люди следили за движением времени когда луч проникал внутрь камеры он высвечивал плоский алтарь на котором лежал круглый камень напоминающий условное яйцо видимо это яйцо было символом зарождения и развития жизни но особый интерес историков вызывают спирали которыми пронизаны все стены гробницы там там есть изображения очень интересные спиралей но не на этом камне а во первых на внутренних стенах по которым двигался человек видимо возможно были какие-то ритуальные обходы этого алтарного камня а с другой стороны есть такой так называемый замковый камень входа и там тоже изображены спирали что это за спирали считается что это изображается время потому что человек с одной стороны движется по кругу по времени то есть на самом деле движется не человек то есть вернее самое смешное я правильно сказала движется человек вместе с землей на которой он стоит время само по себе не движется это движется пространство получается одновременно день крутится год крутится Но тут уже Земля идёт вокруг Солнца. Человек считал, что Солнце идёт вокруг Земли. Но одновременно и Солнечная система каким-то образом тоже движется. И вот это тройственное движение рождает спираль. По мнению исследователей, спираль символизирует цикличность времени и повторяемость глобальных планетарных и космических катастроф. Но как определить конкретный период? Именно точную дату конца времён искали и во многих других календарях. В 1925 году по личному решению Феликса Дзержинского и при организации спецотдела ОГПУ Глеба Буки в Тибет был направлен агент советской разведки Яков Блёмкин. На оперативные расходы ему была выделена колоссальная по тем временам сумма в 100 тысяч золотых рублей. Речь идёт именно о том знании, которое позволит что-то привидеть и чем-то управлять. И Германия, и Союз, они в каком-то смысле противостояли друг другу. И между ними шло соревнования, которые, как считали они, лидеры, скажем так, тех стран или тех структур, которые позволят им победить вот этой войне. Надо сказать, что окружение Гитлера, помешанное на идее разыскать технологии древних ариев, решило отправить на Тибет свою секретную миссию. Экспедиция состоялась в 1938 году под руководством биолога Эрнста Шефера. Однако под видом учёных и дипломатов от нового правительства Германии в Гималайи отправились офицеры вермахта. Известно, что экспедиция пробыла в Тибете почти два месяца. Как утверждают источники, тибетские ламы поверили, что гитлеровцы намерены действительно строить справедливое общество, и приём оказали вначале радушным. О чём свидетельствуют и вот эти кадры. Что же касается древних знаний, которыми якобы ламы поделились с немцами, тут версии расходятся, потому что рассекреченных документов на эту тему по-прежнему нет. Значит, и представители АННРБ, и представители Советских спецслужб искали на Тибете, собственно говоря, примерно одно и то же. То есть, либо некое тайное знание, о котором говорил ещё Рерих, которое позволило бы оказывать влияние на мировые процессы. Либо секретное оружие, которое, опять же, могло бы, давало бы возможность оказывать влияние на мировые события. Либо какие-то вот тайны, которые позволили бы заглянуть за какой-то предел знаний. То есть, речь шла о том, что на Тибете действительно есть нечто, что может кардинально перевернуть мироустройство. По одной из версий, и Гитлер, и Сталин пытались обнаружить древний тибетский календарь. По обрывочным сведениям, которыми располагали те и другие, монахи хранили календарь, в котором подробно, в мельчайших деталях, был расписан каждый день будущего человечества. Но самое главное, в нём была указана дата, конкретный год, когда наш мир перестанет существовать. Ожидается, что в этот год произойдёт столкновение сил света и тьмы. Начало развязки наступит в 2424 году. И она будет настолько чарулой, что на помощь светским силам придёт воинство Шамбалы. И результат, в принципе, уже известен. Светлые силы победят. Но, как долго это будет длиться? Чего это будет стоить? Как это случится? Ну, это, видимо, нужно ещё изучать источники. Но уже то, что сегодня изучено, позволяет говорить определённо. Что год действительно это 2424. Эта дата обозначена в Калачакре, в буддийском учении о колесе времени. Согласно предсказаниям, в день конца света разверзнутся все земные и небесные врата. И воины Шамбалы выйдут из своего укрытия, чтобы защитить мир. Такое событие должно было наступить. Оно, скорее всего, наступит. Но это не означает, что это финальная дата. Дата может сместиться, понимаете, она может, так сказать, перемещаться туда или сюда. Одно мы можем говорить в целом определённо, что это случится. Но что такое Шамбала? И откуда возьмутся её воины? Тибетские монахи тысячи лет хранят пророчества о так называемой Шамбалинской войне. Древние записи на листьях лотоса рассказывают о легендарной стране. Края великих учителей и посвящённых. Раньше она располагалась в Средней Азии. Там жили люди только из касты жрецов. Индийское королевство, которое находилось в районе бывшего Советского Союза в Средней Азии. Это район Сыждарьи. Там такая река Сита есть. Вот в этом районе, значит, как раз была Шамбала. Как она возникла? Король первой Шамбалы был учеником Будды Шакьямуни. То есть это где-то, значит, там 800-600 лет до нашей эры. По преданию, сам Будда передал королю Шамбалы тайное знание, благодаря которому все жители страны смогли переселиться в иное измерение. Шамбала и сейчас находится там. На планете есть несколько входов в неё. Пророчество гласит, последнего из королей Шамбалы ждёт Великая Война. Некая глобальная империя, властвующая на Земле, захочет овладеть духовными богатствами Шамбалы и с помощью учёных найдёт порталы в иное измерение. Захватчики, в отличие от жителей параллельного мира, будут вооружены самыми совершенными видами оружия. И вот начинается эта война. Она происходит сразу на многих уровнях Вселенных, начиная с атомного до уровня планетарного. И вот на всех этих уровнях происходить будут сражения. Вот как бы такая вот война апокалипсиса. Надо сказать, что теорию о том, что все мы представляем собой большой живой разумный организм, который не склонен к саморазрушению, поддерживают многие известные учёные. Оригинальное доказательство этой гипотезы недавно представил астрофизик Дэвид Несворный из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. Согласно его расчётам, Земля должна была неминуемо погибнуть ещё в самом начале своей жизни. Как известно, тогда в Солнечной системе было 9 планет. Но как только одна из них вышла на земную орбиту и столкновение оказалось неизбежным, неведомая сила вытолкнула нарушителя космического порядка за пределы Солнечной системы, и апокалипсис не состоялся. Многие учёные уверены, что каким-то неведомым образом космос сохранил жизнь нашей планете. В это же верили и индейцы майя, которые, как известно, хорошо разбирались в астрономии. Они не сомневались, что Вселенная что-то или кто-то управляет. Какая-то неведомая сила. Именно об этом индейцы писали в своих текстах, которые учёные находят и расшифровывают до сих пор. И, возможно, в недалёком будущем мы всё-таки узнаем, что именно произошло много тысячелетий назад. Что означали пророчества и чего хотели неведомые боги майя, которых мы сегодня называем природой. Только разобравшись в этом, человечеству станет ясно, чего ждать от будущего. Это была территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. Но прежде чем попрощаться, ещё раз напомню, что недавно в издательстве «Эксмо» вышла вот такая книга под названием «Территория заблуждений». В ней мы собрали наиболее интересные факты, версии и гипотезы учёных и исследователей, чьи взгляды не вписываются в классические представления об окружающей нас действительности. Книга уже в магазинах. Но если кому не хватит, звоните, пишите, мы что-нибудь придумаем. До встречи уже в следующий вторник в 20.00. С вами был Игорь Прокопенко, но не переключайтесь, потому что сейчас вас ждёт пища богов. Будет вкусно! Субтитры подогнал «Симон»!